В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Воспитатель года 2023 Татьяна Гащеева из детского сада 30 победила на региональном этапе всероссийского конкурса. Вода России в Сарове прошла экологическая акция. Что я знаю о пожарной безопасности в Центре внешкольной работы подвери итоги городского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Воспитатель детского сада 30 Татьяна Гащеева победила на региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года». Это уже вторая победа саровчанки в этом состязании среди педагогов дошкольного образования. О секретах своего успеха Татьяна Гащеева рассказала нашей съемочной группе. 3D-моделирование – сложная и недосягаемая наука или увлекательная игра. Воспитанники 30-го детского сада с уверенностью выберут второй вариант. В течение года в саду внедряют дополнительную образовательную программу «Лигра Гейм». С ее помощью ребята осваивают удивительный и многогранный мир виртуальной реальности. Учатся конструировать разные предметы и даже создают свои особенные уникальные игрушки. Вот ее нет вообще нигде на планете, может быть. Но они разработали эту свою суперигрушку. Они ее сначала нарисовали, сначала ее придумали, нарисовали, создавили такие паспорта. Мы их называем алгоритмический паспорт. Ну, это модель такая, да. Из каких деталей он состоит, из какого материала он состоит, какого размера. Они все идеально это сделали. И потом мы перешли вот в эту виртуальную платформу, где они его смастерили. За компьютером не больше 15 минут. В остальное время свойства разных предметов, их состав, цвета и формы изучают по дидактическим материалам. Свою педагогическую находку воспитатель Татьяна Кощеева представила на всероссийский конкурс «Воспитатель года». Саров Татьяна представляла на региональном уровне. Испытания конкурса были непростыми, признается девушка. Лейтмотивом большинства этапов была именно та программа, которую педагоги применяют в своих садах. Начиная от визитной карточки и заканчивая ток-шоу даже, всю эту технологию нужно было проследить на всем протяжении конкурса. Вот в визитной карточке она тоже присутствовала у меня. И вся визитная карточка была построена именно на 3D-моделировании, на применении этой технологии. А потом в педагогической находке я рассказала теоретическую часть, основные аспекты, цели, задачи, вообще, что я своего внесла в эту технологию. Одно из самых непростых конкурсных заданий – провести образовательное событие с незнакомыми детьми. Сложность заключалась в том, что реакция детей оставалась загадкой. Удастся ли вовлечь их в игру? Но фантазия ребят оказалась настолько яркой и богатой, что отпускать Татьяну с подводной лодки, в которую они забрались, они долго не хотели. Они по-настоящему опускались на дно, они по-настоящему одевали скафандры, кислородные баллоны. Даже девочка сказала, а вдруг мне не хватит кислорода. Другой мальчик говорит, у меня есть три, я тебе, если что, дам. Вот настолько это было шикарно. И дети очень долго не выходили из этого события. Ещё одно испытание конкурса «Ток-шоу» финалистам предлагалось ответить на серьёзные и не очень вопросы жюри. Порассуждать на профессиональные и жизненные темы. Татьяну спросили, каким должен быть лучший воспитатель года. К важным критериям она отнесла то, что взрослый должен играть с умом, так, чтобы ребёнок не понял, что его пытаются чему-то научить. Впереди финальный этап в Волгограде, на котором Татьяна Кощеева будет представлять Нижегородскую область. Желаем успехов! Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 10 мая начинается приём заявлений от старшеклассников на участие в летних турнирах для юных физиков, математиков и биологов. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Молодые таланты Сарова» с 30 июля по 19 августа на базе детского оздоровительного лагеря имени Гайдара. Принять участие в турнирах могут ученики с 9 по 11 класс. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 28 апреля установили последнюю секцию на мосту через АКУ на строящейся трассе М-12. Мост соединяет Нижегородскую и Владимирскую области в районе Мурома. Это единственный винтовой мост на трассе. Длина сооружений более 1370 метров. Авантового центрального пролёта – 254 метра. Высота пилонов – 80 метров. Строительная готовность трассы М-12 на сегодняшний день составляет более 60%. Уже в сентябре можно будет проехать от Арзамаса до Москвы. А в декабре по всему маршрут между столицей и Казанью. Жители Межгородской области помогут распечатать портреты семейных героев в областном центре «Мой бизнес», а также в филиалах центров районных области в рамках акции «Мой бизнес помогает бессмертный полк». Напомним, в этом году акция проходит в новом формате. Фотографии можно разместить в окнах домов и автомобилей, а также на своих рабочих местах, на стенах, кабинетах и служебном транспорте. В Сарове распечатать фотографии можно в центре поддержки предпринимательства по адресу проспект Октябрьский, дом 13, кабинет 201. Информация по телефону 9-92-63 и 9-92-64. Акция «Мой бизнес помогает бессмертный полк» продлится до 5 мая включительно. Закон об увеличении налоговых вычетов по расходам россиян на образование одобрил Совет Федерации. Сейчас установленная максимальная сумма расходов, с которой можно рассчитывать на вычет по НДФЛ, составляет 50 тысяч рублей. Законом лимит подняли до 110 тысяч рублей. Можно вернуть деньги за обучение своего ребенка, брата или сестры в возрасте до 24 лет, а также своего подопечного в возрасте до 12 лет. В случае трат на собственное образование форма обучения значение не имеет. Остальные должны учиться очно. Речь может идти об обучении в садике или в УЗИ, автошколе или на курсах иностранного языка. Важно, чтобы у организации была лицензия. Жители Нижегородской области смогут получить денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей за сообщение о пьяном водителе. Соответствующий указ вступит в силу с 1 мая. Деньги будут выделять из областного бюджета, пишет Комсомольская правда. Для получения вознаграждения житель должен быть старше 18 лет. Он может предоставить информацию в устном или письменном виде в МВД. При получении денежных средств нужно перенести копию паспорта и написать заявление согласия на обработку персональных данных. 120 учащихся из 8 школ города присоединились к всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России. Подробности далее. Саров преображается. Пакеты, фантики, бутылки и другой мусор убрали на прибрежных территориях. Субботник в пойме Сатиса провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К ней в Сарове присоединилось 120 учащихся из 8 школ города. Не помешала ребятам и непогода. Работали по группам и с уборкой справились быстро до того, как дождь стал лить сильнее. Мы хотим сделать его намного чище, красивее. И чтобы в нашем городе было все замечательно. Мы помогаем экологии и помогаем развивать эту сферу. Сегодня помогал природе убирать весь мусор. Сегодня нам даже не помешала погода и получили мы очень много позитивных эмоций. Очень приятно убирать мусор, но неприятно то, что люди приходят на природу и забывают убирать за собой. Акция привлекает внимание молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет «Вода России» стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране. Она объединила свыше 8 миллионов человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 9 миллионов мешков мусора. Я считаю, что такие акции должны проходить. В первую очередь это воспитывает бережное отношение к обучающихся, к окружающей среде. Ну и хоть какими-то маленькими силами мы помогаем очистить нашу природу. Организатор акции в Сарове – станция юных натуралистов. В Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Теперь в лесах запрещено разводить костры, сжигать мусор и другие отходы. Нельзя посещать леса при наступлении 4-5 классов пожарной опасности. Карта, где указаны эти классы, обновляется ежедневно. Она опубликована на сайте Министерства лесного хозяйства региона. Также запрещается выжигать траву и проводить сельскохозяйственный пал, использовать мангалы или другие сооружения, на которых готовят еду на углях. Их нельзя устанавливать на землях лесного фонда и прилегающих территориях. Особый противопожарный режим вводится до момента, пока региональные власти не примут постановление о его снятии. В частности, в прошлом году он действовал до начала октября. Что я знаю о пожарной безопасности? В Сарове закончился городской конкурс, который проводил Центр внешкольной работы при участии ВДПО и МЧС. Работы прислали более 50 человек – воспитанники детских садов, школьники и студенты медколледжа. На церемонии подведения итогов побывала и наша съемочная группа. Ежегодно весной в нашем городе проходит конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности?». В этот раз его приурочили к 15-летней годовщине со дня создания Саровского добровольного пожарного общества. Цель конкурса – в первую очередь научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях, наглядно показать, что бывает при неосторожном обращении с огнем. Поэтому и на церемонии награждения призерам и победителям они просто вручили дипломы. Для них организаторы конкурса подготовили каверзные вопросы. Прежде всего еще и мы вспоминали о правилах пожарной безопасности, что можно, что нельзя, какими качествами должны обладать пожарные и добровольные пожарные, которые входят как раз в состав ДПО. Поэтому для ребят, наверное, это очень важно знать, что у нас есть такие герои в городе. Рисунки выжигания по дереву – аппликации объемной модели из бумаги и лего. Всего в этом году на конкурс прислали 54 работы в трех номинациях. Изобразительно-художественное творчество, декоративно-прикладное творчество и технические виды творчества. Я сделала такой комплекс машины и роботов. В деле это как бы такая пожарная машина, там можно, там уцепляется робот, чтобы тушить пожар. Моя работа сделана из двух коробок, соединили скотчем. Палочки покрасили, кончики покрасили коричневой краской. Одну палочку мы сделали как фейверк. Работы победителей отправят на областной конкурс «Неопалимая купина». Он пройдет в мае в Нижнем Новгороде. День защиты детей прошел в школе номер 10. С ребятами встретились представители ГИБДД, воинской части и клинической больницы номер 50. Школьникам рассказали, как вести себя на дорогах, оказать первую помощь и почему опасны вейпы. Летние каникулы – это не только беззаботный отдых, но и период, в который детей могут поджидать различные опасности. Чтобы в непредвиденных случаях помочь себе и своим близким, нужно знать базовые правила и уметь применить навыки безопасности. Именно с этой целью в школе номер 10 ежегодно, в канун окончания учебного года, проводят мероприятие «День защиты детей». Для школьников с 1 по 11 классы подготовили обширную программу. В актовом зале состоялась встреча с приглашенным экспертом – врачом-психиатром Андреем Афониным. Беседа прошла на тему химических зависимостей. В том числе поговорили о вреде сигарет и вейпов. «Осложнений моря. Начинают курить? Вроде бы ничего. А осложнения какие? Сердце, сосуды, легкие, онкология. Ум, ментальность наша, к сожалению, от курения». Проезжая часть – одно из самых опасных мест, где могут произойти несчастные случаи. В период летних каникул вероятность детских травм на дорогах города становится выше. Поэтому в школе номер 10 сотрудники ГИБДД провели для первоклассников акцию «Детям безопасную дорогу». Сначала ребята прошли викторину на знание ПДД и вспомнили, как правильно вести себя на проезжей части. «Это в рамках такой беседы с ними. Они вспоминают, мы задаем вопросы, они отвечают и моделируем разные ситуации, на которые, скажем так, они отвечают правильно, неправильно. Если неправильно, мы их управляем». А потом дети перешли к самой увлекательной части – практике. На специальной учебной модели улицы со светофорами, знаками и дорожными разметками ученики младших классов тренировались правильно переходить проезжую часть, а также безопасно передвигаться на велосипедах и самокатах. «Переходили дорогу, как надо правильно переходить дорогу, на какой цвет надо переходить дорогу, как надо смотреть направо, налево. Я узнала, что не надо переходить на красный свет, и что когда доходишь до середины дороги, надо смотреть направо. Надо слезать с велосипеда, когда подходишь к дороге, надо снимать капюшон». Школьный психолог провела для учеников интересные тренинги и игры на сплочение, а на станции тактическая медицина представитель воинской части рассказала о первой медицинской помощи при ожогах, травмах, обморожении и тепловом ударе. Ребята могли и сами попробовать наложить повязку, жгут, обработать раны. Кроме того, школьники участвовали в спортивных состязаниях и веревочном курсе. И завершили мероприятие уроками безопасности, на которых классный руководитель еще раз напомнили о правилах поведения на природе, потому что начинается у нас летний период, напомнили о биологической опасности, о клещах, несущих энцефалит, напомнили о лесных пожарах, напомнили о поведении в быту. У нас было много интересных станций, такие как спортивные игры. Мы играли в волейбол, футбол. Также была интересная станция «Азбука здоровья». К нам приходил врач. Мы проходили тренинг. Было очень интересно, познавательно. Хотелось бы еще раз побывать на таком мероприятии. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей.